Из-за аномально теплой зимы перелетные птицы прилетают в Татарстан раньше обычного, что увеличивает риск распространения птичьего гриппа, отмечают специалисты. Сейчас болезнь бушует в Центральной Европе, Словакии, Польше, Украине и других странах. Так опасность может дойти до России, в том числе и до нашей республики. Дикие или домашние, все они могут быть переносчиками птичьего гриппа. Чтобы болезнь не прошла, ветеринары республики проверяют всю ввозимую птицу. Наблюдается перелет очень большого количества птиц, Сотни тысяч водоплавающих птиц пролетают через нашу республику, останавливаясь на кормежку на наших водоемах. Из еды, зерно и витамины. Весь корм подвергать термической обработке. От возможной инфекции оградит лишь изоляция. Иначе нельзя. Ветеринары еще помнят случай трехлетней давности, когда грипп пришел в Лаишевский район. Летом 2017-го пришлось сжечь полмиллиона кур. В 2020 году был выявлен один очаг низкопатогенного гриппа птиц. Он был зафиксирован на птицефабрике в Челябинской области. Но наиболее опасный для птицевых хозяйств это высокопатогенный грипп птиц под типа H5. В очаге вводится карантин и уничтожает все зараженные и восприимчивые поголовья птиц. Сегодня на общении с журналистами специалисты опровергли информацию, появившуюся на этой неделе, что якобы у трех нижнекамцев выявлен свиной вирус. Новый грипп как такового в Нижнекамске, в Татарстане, он есть? Нет. У нас благополучный риен, слава богу. По словам специалистов, весной обезопасить стоит и парнокопытных. Африканская чума свиней выявлена в соседних Ульяновской и Самарской областях. Рамиль Галиульн, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.